Приветствую, друзья! Какая самая ценная валюта в тюрьме? Вопрос, на первый взгляд, странный. Но сейчас совсем не праздный. Сегодня в российских тюрьмах сидят уже сотни, если не тысячи людей, которых можно назвать политическими заключенными. Идейные политические противники режима Путина. Граждане, выступавшие против войны, или вообще посаженные ради пополнения так называемого обменного фонда. Для всех них вопрос тюремной валюты – это самый важный вопрос. А с тем, как раскручивается маховик репрессии, это может стать важным вопросом для любого россиянина, даже для вас. Я провел в путинской тюрьме 10 лет и 2 месяца. Прошел через многое, сидел в лагерях от границы с Китаем и Монголией на юго-востоке и до Карелии на самом северо-западе страны. СИЗО, колонии, пересылочные тюрьмы, столыпинские вагоны и ШИЗО. Так вот, самая ценная валюта в тюрьме – это, конечно, не деньги, даже не сигареты, чай или наркотики. Самая ценная валюта – это ваша жизнь. И добиться чего-то серьезного в тюрьме можно только, если вы готовы ставить на кон свою жизнь. Причем делать эту ставку надо всерьез и по-настоящему. Как ставить на кон жизнь? Как добиваться своего в заключении для политических противников режима? Когда власть лишает вас свободы и сажает в тюрьму, она берет на себя какую-то ответственность за вашу жизнь. Смерть заключенного в колонии или СИЗО для вертухаев на местах – это проблема. Куча объяснительных, бумаг, проверок. Обязательно что-нибудь незаконное вскроется. Будет нарушен привычный режим мелких заработков на ЗЭКах, будут последствия для карьеры. Могут даже иногда и посадить. Для тюремного и политического начальства смерть знакового или политического ЗЭКа – это уже политические проблемы. Можно попасть под санкции типа Акта Магнитского, можно стать крайним и потерять карьеру. Для самого Кремля. Такая ситуация означает необходимость отвечать на неприятные вопросы западных политиков, сталкиваться с дополнительными репутационными издержками и даже терять некоторых полезных идиотов. Ведь война – это как бы уже привычная статистика, а гибель собственных граждан в тюрьмах – неприлично. Конечно, в некоторых ситуациях, как, например, с убийством Алексея Навального, мы видим, что Путин готов пойти на международный скандал. Но в общем случае власть предпочитает, чтобы политзэки в тюрьме не умирали. Главный способ поставить жизнь на кон в тюрьме – это голодовка. За 10 лет заключения я 4 раза объявлял голодовку. Самое важное в объявлении голодовки – это быть готовым идти до конца. До самого конца. Если отступаешь, не добиваешься своего, значит не готов умереть. И тогда на твои протесты никто не станет обращать внимания. Голодовки бывают сухие и обычные, мокрые. Сухая предполагает отказ не только от пищи, но и от воды, от любых жидкостей. При мокрой участник голодовки не отказывается от питья. В экстренных случаях, когда нужно немедленно добиться результата, применяют именно сухую голодовку, потому что она быстрее заканчивается. В августе 2005 года я проводил именно сухую голодовку в знак солидарности с Платоном Лебедевым. Требование выпустить заболевшего Платона из карцера. Его обещали не выпустить оттуда вовсе. Я прекрасно понимал, что по состоянию здоровья Платон может не перенести этих условий. Поэтому для меня вопрос стоял просто. Либо Платона переведут в нормальную камеру, и мы оба останемся живы, либо исход будет печальным для обоих. Ведь отступать от своих требований я не собирался. При сухой голодовке человек обычно умирает в течение недели. В зависимости от температуры, влажности или уровня физической активности. Говорят, в тюрьмах никто не перешагнул через 10 суток. Густеет кровь, резко повышается давление и тромб. Мой рекорд – 6 суток. К слову, пить не хотелось совсем, есть тоже. Во время моей голодовки от сокамерников требовали подписать заявление, что этой самой голодовки не было. Ни один из 12 человек, которые со мной находились в камере, не согласился. Камеру потом раскидали. Документы о голодовке сфальсифицировали. Только вот кровяное давление, оно в документах осталось, не сфальсифицированным. А верхнее, как сейчас помню, было 210 на выходе из голодовки. Это для сухой голодовки нормально. На шестой день Платона Лебедева выпустили из камеры, и я прекратил эту голодовку. В мае 2006 года я 4 дня одержал опять сухую голодовку, протестуя против объявления, что я попросил спрятать меня от сокамерников из соображений безопасности. На свободе это непонятно. А в тюрьме такое объявление означает смерть или очень нехорошую жизнь. Я решил, если помирать, так с мужикой, и пошел вот на эту самую голодовку. Мои требования были удовлетворены, администрация вернула меня на зону. Правда, уже через лекарню. Терял сознание и не мог восстановиться. Искусственным кормлением тогда мне только грозили. Это на практике или воронка в горло, или глюкоза в вену. Искусственно кормить человека, который реально сопротивляется, реально не хочет, очень трудно. Это огромный риск тяжелых травм, и в конечном итоге все равно человек помрет. Но в любом случае долго так человека не продержать. Максимум, я знаю, случай полгода. Потом тяжелая инвалидность или смерть. Самое тяжелое в тюремных голодовках настроиться на готовность умереть. Я обычный человек, и для решения умереть мне лично было нужно верить, что иначе просто нельзя. В 2008 году я объявил мокрую голодовку в поддержку юриста ЮКОСа Василия Алексаняна. Тяжелобольному Алексаняну отказывали в лечении, чтобы добиться показаний на меня и руководство ЮКОСа. Было понятно, что Василия просто убивают. В конечном итоге его убили. Но умер он уже свободно. Голодовка была единственным способом давления. В мое время голодающего, как правило, переводили в одиночку и ставили на стол еду. Во всех случаях тюремное начальство занимается дезинформацией. Пытается доказать, что заключенный не голодает или в случае сухой голодовки, по крайней мере, пьет воду. Во время голодовок Надежды Савченко и Алексея Навального надзиратели специально готовили рядом с их камерами, чтобы запахами вынудить прекратить голодовку. При мне настолько изощренными действиями овсиновцы не озабачивались. Моя голодовка в поддержку Александяна длилась две недели и завершилась после перевода Василия в горбольницу номер 60. Вообще, дольше всего, 22 дня, я держал голодовку без объявления, когда боялся, что мне, как и Алексею Пичугину, дадут психотропные, просто добавят их в еду, чтобы получить ложные показания. 22 дня – это уже много. Теоретически, резервы человеческого организма позволяют выживать в течение 75-80 дней, не получая ни единой калории. Но тяжелые, иногда смертельные нарушения могут проявляться уже через 40 дней. Это происходит из-за недостатка витаминов или серьезного нарушения электролитического равновесия. В условиях тюрьмы дольше 40 дней без еды продержаться практически невозможно. К слову, моя самая короткая, поэтому, я считаю, веселая голодовка в тюрьме продолжалась один день. Я протестовал против незаконного продления ареста по предпринимательской статье. Тогда по инициативе президента Медведева были приняты поправки, запрещавшие содержание под стражей обвиняемых в экономических преступлениях. Суд наплевал на это и продлил мне арест. Мне, конечно, было абсолютно все равно, по какой статье сидеть, меня все равно никто бы не выпустил. Но я не хотел быть тем прецедентом, по которому тысячи предпринимателей сели бы в СИЗО. Я объявил голодовку и потребовал довести до сведения президента Медведева, как суд нарушает его закон. Через день пресс-секретарь Медведева Тимакова публично заявила, что президент в курсе происходящего. И по итогам тогдашний всесильный председатель Мосгорсуда Егорова схлопотало первое публичное взыскание за своего крутасы. А мои условия были выполнены. Я голодовку прекратил. Вообще в России еще с 60-х годов голодовка была стандартным способом заявить о своих правах и выразить протест. Голодовки были символические, например, 30 октября в день политзаключенного. Или с конкретными требованиями, как у меня. Были одиночные, посменные и коллективные. К сожалению, тюремная голодовка, как единственный способ отстоять свои права, не ушла в историю. Как не ушли в историю тоталитарное государство, репрессии, политические заключенные. 8 декабря 1986 года советский диссидент Анатолий Марченко умер в больнице после 117 дней голодовки и попыток его искусственного кормления. Его требованием было освобождение всех политических заключенных СССР. Через несколько дней после смерти Марченко по инициативе Михаила Горбачева из ссылки в Горьком вернулся в Москву академик Андрей Сахаров. А еще через неделю, 31 декабря 1986 года, в СССР приняли решение об освобождении всех политических заключенных. Прошло 38 лет. 28 июля 2024 года в СИЗО Биробиджана после сухой голодовки умер 39-летний музыкант Павел Кушнир. ФСБ обвиняло музыканта в публичных призывах к терроризму из-за антивоенных видео, которые он публиковал на своем YouTube-канале с пятью подписчиками. В России 2024 года, как и в середине прошлого века, есть люди, сидящие в тюрьме из-за своих политических взглядов, у которых в заключении есть только одна валюта – их жизнь. Мы как-то постепенно привыкли к этой ситуации, но вообще-то это дикость. Дикость, что в 21 веке люди попадают в тюрьму за свои убеждения. Дикость, что для реализации элементарных прав им приходится ставить на кон свою жизнь. Счастливо вам! Голодовка в российской тюрьме – иногда единственный способ отстоять свои права или защитить права других. Надеюсь, когда-нибудь это изменится. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...